Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Аренда торговых площадей в Кирове стала дешевле, а складские помещения прибавили в цене. Также повышение арендной ставки отмечено в сегментах офисных и производственных помещений. Об этом по итогам января сообщает аналитический портал Рекеров.ру. Офисы в среднем подорожали на 10 рублей за квадрат, производственные площади на 22 рубля. Аренда складских помещений прибавила 18 рублей за квадратный метр. Торговые помещения, напротив, потеряли 19 рублей. В январе их предлагали в аренду по 699 рублей за квадрат. Дайджест недвижимости В жилых домах Пекина установят лифты, поездка на которых будет платной. Пилотный проект запустят в районе Досин на юге китайской столицы. Модернизации подвергнутся многоэтажки, построенные до 2006 года, лифты в которых не были предусмотрены ранее. Шахты пристроят снаружи здания. Для оплаты жители будут использовать электронные карточки по типу проездных в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в пересчете на российскую валюту составит около 18 рублей. А в месяц одной семье придется потратить примерно 100 юаней. Это почти 900 рублей, почитали журналисты BBC News. Вырученные деньги позволят городу снизить расходы на строительство и обслуживание лифтов, отмечается в китайской прессе. При этом многие пекинцы восприняли нововведение с энтузиазмом. Пожилые горожане обрадовались появлению подъемников в их домах. А экологи надеются, что платный проезд уменьшит использование лифтов и, соответственно, расходы электричества. На этом все. В студии работала Анна Лапшина.